Творец испытаний не по силам не дает. У тебя есть все средства, чтобы справиться с данной ситуацией. Ну, во-первых, давай на «ты» лучше. Чем дело закончилось? Выиграла ли и проиграла? Да нет, конечно. Ты сказала, да, это моя телега. Вот вот же, держите и управляйте моей телегой. На, садись за руль и вези куда хочешь мою персону. На, делай со мной, что хочешь. С моей персоной, точнее. Вот он персоне и присудил. Толк-то есть. Если правильно вести себя, еще и паспорт отдала. Сдала с потрохами персону. Догадать можно бесконечно. Я тебе говорю, что делать в такой ситуации? Ты потом как в суде на пальцах будешь объяснять? Третий раз повторяю. Что еще непонятно? Уже третий раз поясняю. Так ты как пришла? Как живая женщина или как Калинина? Калининой тут нет. Пришла живая женщина. Ты сама на себя эту персону навесила. Они сказали Калининой, нужно маску надеть. Ты взяла и надела. Тем самым признала себя вот этой Калининой персоной. Это и есть принцип самоопределения. Я не могу за тебя определить, кто ты. Не хочешь, не ходи. В чем проблема? Это не дурдом. У этого всего есть высший замысел. Вот ты всем своим поведением доказываешь, что ты не живая. Ты Калинина. И тебя на этом очень легко ловят. В этот раз не научилась, в следующий раз научишься. И не хочу учиться. Ну не хочешь, не надо. Будешь оставленным на второй год. Одно и то же вливаешь в мои уши. Я это слышал миллионы раз. Нету там беспределок. Нету. Головой-то своей надо думать. Ты сначала потрудись над своей агрессией, чтобы у тебя агрессии не было. Потом приди к осознанию, что это все уроки, а не беспредел. И все зависит от тебя. А ты попробовал один раз? Фигня какая-то. Там беспредел, я туда больше не пойду. Все. Вот это называется попытка. Один раз попыталась и все. Надо стараться, а не пытаться. Что вам-то легче? Женщин никто не трогает. Я попробую. Ну вот это другой разговор. Антон, здравствуйте еще раз. Это Лариса в Суленском области я вам звонила. А, привет. Антон, я вот сейчас ваш ролик прослушала, да, разговор с Кириллом. Я вот так поняла, что я ошибку большую совершила. Я была в отделяции в областном суде, да. Я сказала, что я живой бенефитар трассы, назначаю вас судью, управляющим трассами, и инструкции развившись это разбирать в наиболее бы приятной для меня манере. Вот. Ну и представилась как живая женщина собственной имени Лариса. Ну, как бы я писала, в принципе, заявление. Вот вы читаете, как вы писали человек по рождению, женщина собственной имени Лариса. Ну, значит, я вот сейчас поняла, да, что я ошибку совершила. Подожди, давай коротко общаться. Чем дело закончилось? Выиграла или проиграла? Да нет, конечно. Естественно, она оставила силе за решение районного суда и не отказала. Ясно, поясняю, что произошло. Ты ей дала в руки вожжи телеги, на которые решила поехать. Ты сказала, да, это моя телега, вот вожжи, держите ее и управляйте моей телегой. Да, ты все неправильно сказала, да? Ну, ты ее назначила управляющим персоной. А надо было сказать, я управляющая, я тут решаю, а не вы. Ну, а что же туда... Тогда вот я просто прочитала такую, как инструкцию, что изучайте QCQ в акт 1666. Здесь написано, что нужно говорить, что, значит, я живу в бенестваре террасы и назначаю вас судью управляющим террасы. Зачем тогда это? Тогда здесь так написали. Так где? Кто так написал? Я прочитала ВКонтакте. Ну, где, у кого? Кто автор? Ну, я не знаю, надо посмотреть, я уже сейчас точно не помню. Вот за всеми комментариями к этому автору, почему он отдает управление своей персоной в чужие руки? Вот зато писал, что в суде нельзя соглашаться с тем, что вы имя, которое вас назовут. В суде нельзя подчиняться приказам судьи, что он правил указывать. Вот. По крайней мере, он написал, что США делает так. У меня есть скриншот, цитаты, что один человек, называющий себя иллюминатом, говорит в суде, после чего судья принимает с него все обвинения. Вот он на английском. Он пишет, что, по крайней мере, так делают США. Это ясно. Он здесь пишет, что суде надо представить в качестве Денгстара трасса, объяснить судье, что он управляющий этого трасса, приказать ему решить вопрос наиболее благоприятной и для вас манере. Снять вас все обвинения. И здесь дальше пишет, по крайней мере, так делают США. У меня есть скриншот, цитаты, что один человек, называющий себя иллюминатом, говорит в суде, после чего судья снимает с него все обвинения. Тут на английском написано, а потом перевод, который я вам прочитала. Ты понимаешь, ты все образы управления дала судье и говоришь, решайте за меня, как мне лучше. Вот он и решил, что для тебя лучше наказание. Это от него зависит. Как хочет, так и повернет. Хочешь налево, хочешь направо. Понятно. Ну, значит, я ошибку совершила. Ясно. Зачем ты сама отдаешь ему, вот это, на, садись за руль и вези куда хочешь мою персону. Ну, не знаю, надо было сначала, ну, что он позвонит, советовался с вами, я сейчас так поверила в это и взяла вот этого дела. Я наоборот заявляю, я хочу, чтобы дело было прекращено за отсутствие состава правонарушения. Я так хочу. Да, вот как я только там потом не старалась, что только не говорила, и все доводы привела. Все правильно. Ты ему буквально доверенность выписывала. На, делай со мной, что хочешь. С моей персоной, точнее. Вот он персоне и присудил. Да, кстати, у нее от начала до конца, это там судебная коллегия была, она председательствующая была. Она от начала до конца перед собой держала мой паскор. А зачем ты отдала паспорт? Ты не просто отдала доверие, делайте с персоной, что хотите. Ты и саму персону передала. Нате, держите. А как же мне не надо было отдавать паспорт вообще? Без ничего, я никому не даю. Я в руках держу. Я вообще его стараюсь не показывать, эту бумагу. Да, я сейчас вот прослушала, у меня тоже там, как вы говорите, что толку нет никакого. Я получила, вот сбили меня с толку, я получила паспорт для взрослых. Вот. И без этого, проставила в форме 1П, там есть держит и функция 18. И если там, где портить. Ну, молодец, поставила. А толку-то никакого нет. Толк-то есть, если правильно вести себя. А ты, получается, через форму 1П запретила над собой иметь любого опекуна. А пришла в суд и паспорт отдала. И говоришь, решайте, я вас назначаю управляющим. На словах под аудиопротокол заявила, что, знаете, я вам доверяю, управляйте, делайте, что хотите. И еще и паспорт отдала. Сдала с потрохами персону. Зачем? Ну, то есть не надо было отдавать паспорт, да? Ну, я тебе поясняю, что ты сделал. А что не надо было делать, сама решай. Так я советую. А какой тут совет? Сама решай. Я вообще, честно говоря, вот сейчас на таком распуте нахожусь. У меня вот здесь только на меня свалилось. Это вот буквально, я даже вообще не знаю, чего разгребать. То есть вот этот вот потребительский кредит, который там 145 тысяч. Вот это я все никак с этим кредитом не разберусь. Вот с отеляцией, которая была. Теперь попутно мне тут управляшка завязалась, которая в городе была. Я уехала из города, продала там квартиру, уехала в деревню. Сейчас в деревне живу. Управляшка, которая, значит, что вот я сейчас вот с одной женщиной в Перми разговаривала, с Еленой Владимировной, может быть, знаете, я. Вот там ролики тоже у них есть. Вот с ней разговаривала. Она говорит, что они не имели право на меня исковые заявления подавать. Подожди, подожди, подожди. У меня очень мало времени. У меня много звонков поступает. У меня еще три, уже четыре видео надо еще смонтировать. Вопросы есть какие-то? Сейчас задам еще тогда один вопрос, если можно. То есть вот управляющие компании, да, которые я отсылал письмо, как бы по поводу там иска, там написано. Я знаю, что они и досудебные требования не принимают, когда им приносят. Вот, они мое заявление сделали так, что я договорились, видимо, с почтой. Отправили назад. То есть они получили, я смотрела, они сейчас переделали там на сайте почты России. Я видела, что ими получено это письмо 24-го числа. То есть они его получили. Вот, а теперь там все переделали на сайте. Якобы, значит, они его не получили. И сегодня мне его принесли назад. Вот это письмо. Сказали, что еще 130 рублей должна заплатить за то, чтобы мне это письмо вернуть. Заказное письмо, собственно, было. Как бы как досудебное. Вот. И якобы, ну я просто не знаю, как мне будет сейчас, как мне поступать. А что ты там отправлял? Заявление в личине, там кто написал, что в случае подачи для меня искового заявления, удовлетворения исковых требований, они выплатят мне денежную сумму, равнозначную сумму удовлетворенных от исковых требований. Ты в двух словах можешь сказать? Ты оферту отправила или что, или требований? Да, да, да. Да, да, оферту, да. Ну так и говори, отправила оферту. Зачем ты мне рассказываешь, что там написано? Аферту, а ты в оферте прописала, что акцептом является неполучение на почте? Нет, не прописала. Надо было прописать и заснять на видео, что-то лучше внимательно. Слушай внимательно. Да слушай. Надо было в акцепте прописать, что в случае неполучения на почте данное действие является акцептом. И, соответственно, чтобы зафиксировать, что ты туда все вложила, вот процесс отправки надо было снимать на видео. И процесс получения обратного вот этого письма тоже надо было снимать на видео. Что именно... Я его еще не получила. Я его еще не получила. Я его оставила пока в почтальонке, потому что я сказала, что сначала все выяснил. Я с описью отправляла его. Да какая разница, что ты с описью? В описью же не написан полный текст. Я тебе говорю, что вот пойдешь получать, обязательно снимая видео, то есть под видео, что вот получила из рук почтальона, тут же вскрыла и тут же показываешь текст, что... А, ну у тебя там не прописано все равно. Ну, короче, на будущее. Что у тебя там было прописано, что не вручение является акцептом. Все, и вот это видео доказательство потом можешь отправлять досудебку на основании этого видео. После досудебки подавать иск гражданский с требованием выплатить сумму, указанную в оферте. Не вручение или не получение? Или то или иное? Другое. Другое. То есть не вручение и не получение будет являться акцептом. Правильно? Я понимаю. Ну, не вручение как ты докажешь? Не получение. Не получение, да? Да, пролежало 30 дней, все, не получили. Не сходили, не удосужились. Ну, у меня есть подозрение, что они получили, что у них в почве просто сговор там, и они просто получили, вероятно, они получили, как-то может быть аккуратно вскрыли, посмотрели, что это верно не устраивает. Они закуковали, устраивали. Догадать можно бесконечно. Я тебе говорю, что делать в такой ситуации? Ну, то есть в следующий раз писать, что не получение данной оферты, да? Письма. Выделят акт. Письма заказного. Письма заказного. Отправляем. Ну, и все. Поняла. То есть везде, мне в каждом этом письме заказного, мне все это прописано, и на видео снимать. А на видео что мне снимать, текст снимать или что снимать? Да весь процесс, что у тебя вот этот текст зашел в письмо, почтальон запечатал, и все, и письмо ушло. Ты потом как в суде на пальцах будешь объяснять, что именно этот документ, именно с этим текстом был вложен в письмо. Я знаю. У меня что-то еще там написано. Что описано написано? Да в описании. Там не написан полный текст, я тебе еще раз поясняю, ты в описи пишет. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну, а что тогда переспрашиваешь? Ну, то есть я должна этот текст заснять? Или я когда пишу это, я должна снимать? Третий раз повторяю, ты должна заснять на видео, что у тебя текст, что не принятие заказного письма на почте является акцептом. Вот этот текст был в этой оферте, и эта оферта была вложена в конверт, и конверт был запечатан и отправлен, взят в руки почтальоном. Что еще непонятно? Уже третий раз поясняют. Я понимаю. Хорошо. Ясно? Ладно, Антон. Антон, скажите, в следующий раз как на суде надо правильно что говорить? Как тебе вести? Ну, я по этому поводу несколько видеороликов выпустил. Посмотри сначала их, потом вопросы задавай. Нет, ну я смотрела, я смотрела, но вы представляете живым мужчиной. Вы пытаетесь в свою судью, чтобы она вас назвала живым мужчиной. Так надо делать? Ну, во-первых, давай на ты лучше. Потому что выкатить это неправильно, я так считаю. Ну, я понимаю просто, у меня мама педагога, она меня так научила, мне сложно сразу перейти на ты. Педагог. Ну, хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Ты как бы судье сказал, что ты живой мужчина, и как бы на ее постоянно пытался выводить на то, чтобы она называла тебя живым мужчиной. И так нужно сделать? Смысл не в этом, а смысл в том, чтобы не навесить на себя персону. А как не навесить на себя персону? Ну как? Вот ты пришла, во-первых, с паспортом. Ты видела, что я на второе заседание пришел без паспорта. Ты пробовала такой вариант? Я пришла в областной суд, меня туда без паспорта просто не пропустили. Да мне тоже говорили, что меня ни в мировой, ни в городской не пропустят, однако пропустили. И я это на видео показал. Я впервые вообще в своей жизни прошел без этого, именно на заседание. Ну там судье позвонили, там судье позвонили и сказали, чтобы, и она сказала, чтобы тебя пропустили. Ну. Ну а здесь получилось так, что я заранее написала, что я не буду подчиняться их приказам, что я отказываюсь мерить температуру вот этим аппаратом, что я отказываюсь надевать маску и перчатки. Она, естественно, мне на это ничего не ответила, но когда я пришла сюда, в этот областной суд, мне пристав сказал, значит, ладно, там они пошли мне навстречу, отключили рамки, я их попросила, температуру я померила своим градусникам, значит. А все остальное у них там, она специально так сделала, прописала, чтобы Калинину пропускать только, всех пропускали только в наморднике, там, ну в маске, без перчаток. А для меня она прописала специально, чтобы я прошла именно в маске и в перчатках. У них там было прописано. Они прочитали, ага, Калинина, а вот судья, значит, дала задание, чтобы она прошла в маске и в перчатках. Так ты как пришла, как живая женщина или как Калинина? Ну, паспорт я им вынуждена была дать. Что значит? Тогда не дала. Не, подожди, вот ты приходишь, ты что сказала, я Калинина? Нет, я сказала, что я иду к суде в такое-то, говорю, на заседание. Ну, они тебе что сказали? Сказали, паспорт ваш. Нет, а ты говоришь, они документ какой-то достали, зачитали? У них там было на вахте написано, что вот для Калининой, чтобы это самое. Ну, подожди, а ты кто, Калинина? Как Калинина пришла или как живая женщина? Ну, как живая женщина, естественно. Ну, так а почему тут Калинина? Да, значит, надо было требовать них, чтобы они звонили в суде, и как живую женщину пропускали бы с него. Так, чтобы было? Да, надо было сразу им сказать, так это же относится к персоне Калининой, а я-то живая женщина. Если у вас это ко мне не относится, если у вас есть вопросы, позвоните опять в суде и скажите, что Калининой тут нет, пришла живая женщина. Ты сама на себя эту персону навесила. Они сказали Калининой, нужно маску надеть, ты взяла и надела, тем самым признала себя вот этой Калининой прессоной. Понятно, сейчас никак вот тогда быть. Если мне идти, вот там мне надо протоколы забрать в суд. Вот сейчас никогда, как себя тогда вести? Ну, так как? Точно так же, как... Ну, как? Ну, как? Ты вот говоришь, что ты живая женщина, а везде ведешь себя, как Калинина. Научись себя, как женщина, живая. Понятно, то есть за протоколом мне идти и говорите, что пришла живая женщина в арисе за протоколом. Сама думай, что говорить и как. Это и есть принцип самоопределения. Я не могу за тебя определить, кто ты. Да нет, ну я себя признаю, но у них дебилизм такой, я вообще не знаю. Но для меня это вообще, если честно, нофу, что они какие-то там вот эти все персоны придумали. Вот эти вот аферки, вот эти вот, как уж они называются, и для меня вообще, если честно, для меня вообще полный дурдом какой-то самый настоящий. Вот полный дурдом. Вот эта игра, вот эта игра, которую они затеяли, да? Пусть они, конечно, сами в нее играют. Я просто не хочу в нее играть, мне это уже надоело, не знаю как. Не хочешь, не ходи. В чем проблема? А как же мне тогда бы сейчас доказать, обратно в КАСАЦИИ, например, подавать заявление? Не надо же никогда в КАСАЦИИ не прописать. Осталось, что как есть, меня приставы снимают 50%. Я на руки получаю 6 300. Я уже куда только не писала, и бесполезно мне кругом приставить. Подожди, я это миллион раз уже слышал от всех. Ты можешь бесконечно всю жизнь жаловаться. Это вот с этим, как ты говоришь, дурдом. Это не дурдом. У этого всего есть высший замысел. Именно через суды живой мужчина или женщина могут доказать, что они живые. Вот ты всем своим поведением доказываешь, что ты не живая, ты Калинина. И тебя на этом очень легко ловят. Ну а сейчас мы только после того, как прошла вот эта процедура, апелляция, я приду как живая женщина за протоколом. Они меня пропустят, думаете? Да я откуда же знаю. Все от тебя зависит. Как ты себя будешь вести? Буду себя вести как живая женщина. Они меня не пропустят. И не отдадут мне против протокола. А что ты заранее наговариваешь то, что только вероятность существует? Ну не пропусти тебя как живую женщину. Пройдешь как персона, как ты обычно ходишь, как Калинина. В чем проблема? В этот раз не научилась, в следующий раз научишься. Не, ну я вот, ты вот меня спрашиваешь, вот как это, давай на уровне учитель-ученик. Вот для тебя приготовлены уроки. Тебя вызывают в школу. Вам предстоит экзамен. А ты берешь и говоришь, а я не хочу к вам ходить, мне надоели ваши эти уроки. И не хочу учиться. Ну не хочешь, не надо, будешь оставлены на второй год. Мне уже учиться, наверное, поздно. Ну что, не поздно. В экзензионном возрасте уже... Причем тут возраст, возраст вообще ни при чем. Я, если честно говоря, уже устала от него. Просто с той стороны меня... Ты устала. Пристав для меня возбудила производство по представлению Росприроднадзора, без всякого решения суда. Вот так только сейчас разговаривала с этой прокуратурой, которая отослала прокуратуру Росприроднадзора. Ты одно и то же вливаешь в мои уши. Я это слышал миллионы раз. Это вообще дурдум натуральный. Я вообще не знаю. Нету там... Беспредел. Нету там беспредела. Нету... Ну как нет, Антон? Да вот так. Это все уроки. Почему она выносит, возбуждает это самое... Как ее... Исполнительное производство не по решению суда, а по какому акту по представлению Росприроднадзора? На меня штраф... Чтобы с меня штраф подрали. Потому что ты сама в руки дала. Ты назвалась персоной и сказала, делайте со мной, что хотите. Какой-то беспредел. Нету беспредела. Это было отдельно. Это было уже по банку. А это уже другой вопрос. Я там не называлась персоной. Я уверен, что там такая же ситуация была. Неправильное поведение. Ну, то есть изначально просто не надо ничего получать, я так поняла. Никаких писем, ничего не надо вообще получать. Ну вот с чего ты такой вывод сделал? Ну, чтобы они не навешивали на меня персону. Ну, ты дождешься, что к тебе в маски-шоу придут эти космонавты? Выпили дыри или еще что-нибудь подобное произойдет? Зачем тебе это? Ну, а что же от них получать, тогда принимать вот это вот, то есть акцептировать их оферту, что ли, или как, или что? Можно получать и не акцептировать. Он прислал мне Росприродный отзор, вообще не подписано на постановление, даже ими, да? Просто с печати прислали. Там моей подписи нету. Я вообще ничего не подписывала. Я взяла им, написала, что я не акцептую, а ферту не принимаю. Отправила им все это назад, заказным письмом, с проводительным письмом. А они все равно вынесли это постановление, взяли и отправили на меня пристал, чтобы это там не искать меня. То есть ты конверт скрыла и прочитала, правильно? Ну, да, прочитала, да. Вот вскрытие конверта и чтение, это и есть акцепт. Тогда надо было не вскрывать и назад отправить, что ли? Ну, народ так советует. Ну, то есть на конверте надо было написать, что не принимай, не акцептует, так? Ну, народ так советует. На конверте. И конверт назад, и запечатать конверт, другой конверт отправить или что? Да. Ты так, о-бо. Ну, так не пробовала. Ну, ты представляешь, тебе приходит это, вот подарок на день рождения, упакованный, такая красивая упаковка с ленточкой, и говорят, на, держи. А ты вскрыла, упаковку нарушила, подарок открыла, а там, допустим, яблоко. Ты это яблоко надкусила, и потом говоришь, не, мне не нравится, кладешь все обратно и отправляешься, типа, я не принимаю подарок. Идите, дарите другому. Это нормально вообще? Ну, вот так вот, ненормально, конечно, но вот слушаешь советы других, а получается по этим советам, что вот как он тут тоже вот эти... Так советы-то слушаешь, но головой-то своей надо думать. Ну, что, у тебя есть еще вопросы? У меня времени мало. Ладно, ладно, хорошо, спасибо, Антон. Подожди, 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 а это, разрешение хочу спросить, можно наш с тобой диалог выложить в интернет? Можно, выкладывай. А? Выкладывай, ты сейчас писали. Хотите сказать, урок, уроком для кого-то будет? Конечно. Для тебя же стал уроком этот диалог. Ну, да, но в то же время я уже даже вот не знаю, если даже я как-то сейчас... Ну, вот приду я в суд, да, приду я в суд, скажу, я живая женщина, да. А, ну, они скажут, вот документ нам не даете никакой, мы вас просто не пропустим. И все. И как мне себя тогда дальше вести? Будут судье звонить, за то, что я пришла за копией протокола, которая спросила, чтобы мне копию протокола изготовили. Они сказали, ну, не отдавайте просто эти протоколы, все, что-то и есть. Да откуда ты знаешь, что они скажут? Да потому что у них все по беспределу. Антон, вот эти же приставы, я им сколько уже приносила, да, заявлений. Отправляла письма тоже так же с этим. Они получили, причем я посмотрела. Уведомление мне пришло, что они получили. И как я получала 50%, да, и так и получаю. Мне вот сейчас вот что остается делать? Либо на них суд подавать, либо идти к ним с заявлением, записываться на прием. И просто чисто по-человечески договариваться. Я не знаю, какой из них вариант лучший. А мне тоже вот сейчас вот на эти копейки, в которые я живу, мне надо еще доехать до города. Это 140 километров от меня. Это мне 1000 рублей надо потратить денег. Потому что отсюда мне до районного центра 200 рублей на такси. И обратно 200 рублей на такси. 300 рублей до города, 300 рублей обратно. Это 1000. Остановись, пожалуйста. Остановись, пожалуйста. Ты мне зачем это рассказываешь с такой злобой, с такой агрессией? Ты сначала потрудись над своей агрессией, чтобы у тебя агрессии не было. Потом приди к осознанию, что это все уроки, а не беспредел. И все зависит от тебя. Я пришел без всякой агрессии и прошел без всяких документов. Если я так могу, то почему ты не можешь? Я попробую. Ну вот это другой разговор. Я попробую, что получится. Попробую. Я не знаю, что мне делать с приставами. Я не знаю, что мне делать с приставами. Так узнай. Как мне их обыграть? Узнай. Ты еще не получила урока, говоришь, а я не знаю, как решать этот урок. Так ты иди, ознакомься с условиями задачи. Какие, что дано. А то ты заранее говоришь, что эта задача невыполнима и нерешаема. Так я говорю, что это по финансам не сложно. Вот я что сказала. Всегда можно найти выход. Думай. Творец испытаний не по силам не дает. У тебя есть все средства, чтобы справиться с данной ситуацией. Взгляни вокруг. Оглянись. Посмотри не только влево-вправо, но и вверх-вниз, внутрь и наружу. У тебя все есть. Я не верю, что у тебя чего-то не хватало, чтобы справиться с данной ситуацией. Может, чего-то не хватает. А, кстати, по поводу попытки. Ты говоришь, попытайся. Не надо пытаться. Надо сделать, либо не делать. А если ты намереваешься делать, то это называется старание. Стараться, несмотря ни на что. Попробовал решить задачу, не получилось? Ну, отдохни. Переосмысли. Смени обстановку, потом заново возьмись за эту задачу. Вот это и есть старание. А ты попробовал один раз? Фу, фигня какая-то. Там беспредел, я туда больше не пойду. Все. Вот это называется попытка. Один раз попыталась, и все. Надо стараться, а не пытаться. Хорошо, не буду стараться. Ну, с такой грустью сказала, как будто это. Я, наоборот, радуюсь, что, блин. Я же говорю, что на меня здесь слишком много навалилось. Мне здесь слишком много стараться придет, слишком много заданий. То есть, и как-то все это получилось, что это одновременно. Угу. Ну, это как бы одному человеку без всякой поддержки. Согласись, Антон, это очень тяжело. Слушай, тебя электрошокером пытали? Техушку убивали? Тем более у меня ни возраст, ни 20, ни 30 лет. Мне уже 60. Тебя в психушку сдавали или электрошокером пытали? Пакет на голову одевали? Это еще для чего? Ну, ты ответь, да или нет? Было такое или нет? Нет. Ну, а тогда у тебя ситуация намного легче, чем у меня. А, то есть ты уже прошел такое? А ты что, мои видео не видела, что-то? Нет, вот эти я не видела. Ну, вот посмотри, набери в интернете. Сургут – город коррупции или город без дверей? Город коррупции, еще что? Сургут – город без дверей. А, город без дверей. Хорошо, ладно, посмотрим. Это есть там вот на странице, да, Сургут? Так, ютубе набери в поиске. Сургут – город без дверей. Хорошо, ладно. Ну, все-таки будем как-то, это, там, Антон-то мужчина, да, а я женщина, ну, то есть, по возрасту. Ну, как, какая разница? Судей никакой разница. Ну, мужчина – он защитник, правильно? Он как бы плечо для той же женщины. Для чего-то, наверное… Ну, давай, это, давай я тоже буду прикрываться, там, допустим, надо что-то приготовить, там, покушать, ну, потому что нету рядом женщины. И я вот буду ссылаться, допустим, у тебя там двое детей. И я буду ссылаться, что я… Нет, ну, это, Антон, Антон, это намного проще. Это не так сложно. А вот выдержите… Это опять-таки психика человека ломается, правильно? Где? Ну, где-то в любой, в любой вот такой вот тоже жесткой ситуации, как, например, как ты говоришь, пакет на голову надевали, там, руки заламывали и так далее. Это же тоже отражается на человеке. Ну, меня, наоборот, закалило, наоборот, сил придало, и это… Хороший опыт. Ну, это… Во-первых, это в силу возраста. Нельзя же сравнить мой возраст и твой возраст. А при чем ты? Потом ты мужчина. Ты мужчина, ты сильнее. Ты сильнее, ты мужчина, а я женщина. Да, я знаю таких женщин, которые сильнее мужчин во сто раз. Какая разница? Ну, не в таких ситуациях. Чего? Не в таких ситуациях. Ну, неужели женщину будут там насиловать, да, и это самое… Надевать на нее там пакеты и все прочее. Неужели она выдержит так же, как мужчина, вот это… Да в том-то и дело, что вам-то легче. Женщин никто не трогает. Да ладно, не трогают. Все это не трогает, так же и трогает. Если посмотреть, все наличие, где он сильнее женщины выговоряет. Что? Да, 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 да. Не слышно меня? Ну, ты микрофон к ним-то закрывала. Ну, может быть, немножко телефон подминул. У меня телефон старый, кнопочный. Ну, что, все у тебя вопросы? Хорошо, Антон, спасибо огромное. Угу. За урок. Благодарствую. Хоть кто-то усвоил, радует. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok